Добрый день. Презентрую новый сервис онлайн-бронирования. Ближе к микрофону. Онлайн-бронирование и резервирование столов, и в принципе не только. Касательно того, что из себя представляет сам резерв-бронирование. Это новый стандарт бронирования, и он представляет из себя автонансированные системы, которые позволят получить максимумную услугу, при этом потратить минимуму сил. В принципе, резерв-бронирование решает практически все вопросы. Проблема, которая есть на этом рынке, заключается в том, что в принципе в Украине в целом не существует какой-то определенной автоматизированной системы. Две сервисы, которые существуют на сегодняшний день, они работают в одном формате, просто бронирование. Наш же сервис позволяет не только бронировать, но и определить есть свободные места, и в принципе оплатить онлайн ваш заказ и посмотреть на него. То, что мы предлагаем, наше решение, то есть да, есть возможность общаться непосредственно с владельцами ресторанов, узнавать, писать свои комментарии, писать о том, что обслуживание, качество и сервис, а резерв-мани – это возможность будет оплатить за ваш заказ онлайн при помощи вашей кредитной карты и приложения на телефоне. Дальше. Резерв-лойалт – это система лояльности, которая в принципе будет использоваться в приложении при помощи ресторанов. Каждый ресторан сможет сам выставить свои условия и, собственно говоря, при помощи резерв-аналитики он сможет определить поведение своих клиентов. То есть, скорее всего, кто сколько ходит, кто заходит или сколько тратит, узнав приемлемый средний чек. Резерв-лойалт – это, собственно говоря, сервис, который будет предоставлен ресторанам для того, чтобы генерить клиента поток в тот или иной ресторан при помощи всевозможных рассылок и информирования об акциях. На сегодняшний день то, что у нас готово, это готов модуль присутствия, который определяет занят, стол не занят автоматически. И, собственно говоря, модуль может использоваться не только в ресторанах, но и в парковках, в тирах и в перспективе. Мы дорабатываем до того, чтобы он автоматически определял, сколько человек вообще присутствует на той или иной территории. Готовое техническое задание, бизнес-план. В принципе, есть уже готовый прототип. Он немножко еще имеет, не совсем дизайнерский вид, но, тем не менее, уже работает. На сегодняшний день мы ведем беседу с двумя пабами. Это Panera Project, то есть их сетка фан-бартбанка, и паб Tralemus. Прямые конкуренты на сегодняшний день представлены на слайде. Здесь не представлены. Есть еще проект Seattle, который стартовал в США. Они привлекли, ну, в принципе, 2 миллиона и, собственно говоря, запускаются только на рынок США. Преимущества нашего продукта, в принципе, я описывал, да, возможность оплаты онлайн, инициативный партнера, у меня есть система советов, определение местоположения и, ну, куча-куча дополнительных денег. Рынок немножко упал в Украине, в мире растет. В Украине, понятно, связано со всеми ситуациями в целом. Сумма инвестиций, которая необходима, 150 тысяч, и то, что мы готовы компенсировать. По моменту возврата 100% инвестиций, 40% дохода, и в дальнейшем инвестор получает 20%. Команда нашего, которая, в принципе, занимается продвижением. Спасибо. Про модуль присутствия поподробнее. Что это такое и с чем мы будем делать? Модуль присутствия, в принципе, это программный комплекс, который... Ближе, как куча, ближе. Модуль присутствия... Он не кусается. Он не кусается. Модуль присутствия, который может, скажем так, встраиваться в любую салфетницу, там, да, вот, поставки для, скажем так, перед салфетом. Это датчик, который определяет, ну, определяет, есть ли напротив него кто-то и дает обратную связь. Наподобие эхолота реагирует и учитывает. Ну, это что? Ультразвук, это инфракрасный, это... Релик. Облучает ли всех техориаленовскими лучами? Он не облучает, это, в принципе, эти датчики разрабатывали наш эритант, он работает по принципу эхолота. Не действует он на человеческий оттенок. Поэтому, в принципе, если брать в целом, то есть не вибра какие-то, там, вибрации, да, или случайно, как дача движения, он не будет реагировать, он реагирует только на человека. И согласно логике, которая залаживалась изначально при разработке, если, допустим, 100 освободился, и на протяжении, там, 15 минут никого нет, он автоматически его схлопывает как свободный и отображает у нас в сервере и на приложении сайт. То есть, если есть, то, что происходит. Радиус действия. Радиус действия у него до 3 метров в целом. Согласно, опять же, при программировании выбирается размер стола, для того, чтобы он не бил там дальше или ближе. Понятно, спасибо. Допустим, ситуация. Человек сидел в рейсторане за столиком. То есть, в системе он отключается, как он присутствует заедение. Через какое-то время он отошел там, на уфу, которая руки подвала, на то, что он позвонил в важный приз из спорта. Он входит в кейт-кору, разговаривает по мобильному, это все затималось на 20 минут. То есть, в целом, он отключается в систему, что человек уже ушел до заведения. Включает сирену, пошелет быстрый смотрит, приходит, приходит, а там, что и люди. Съели его обед. Касательно того, что человек ушел и начал ходить где-то, да, возможно, в принципе, мы разрабатываем систему таким образом, что администратор, да, или тот же самый официант может при помощи своего тачпада, то есть у них на баре, отмечать, что клиент отошел на какой-то промежуток времени, чтобы не задваивалась информация. То есть, в целом, это вполне возможно. И в среднем, скажем так, обычно за столом сидит как минимум два человека, да, и даже если один отойдет, в любом случае кто-то будет присутствовать. То есть такие случаи, они очень единичны, и, скажем так, решение о проблеме это тоже есть. Крайний вопрос. С каким количеством ресторанов вы пообщались? Смотрите, вот из тех, которые мы, в принципе, практически готовились... Прочтение, что они готовы, вот всем этим заниматься. Да. Я же говорю, вот на сегодняшний день мы плотно общаемся. Это FANERA PROJECT, это... Два. Синтересно. Нет, это именно на запуск пилотного проекта, который согласен поставить эти датчики у себя. То есть это FANBARBANK, 4 торговые точки у них по Киеву, одна во Львове, и, собственно говоря, троллейбус, у них 6 точек по Киеву. Все остальные мы сейчас с ними прорабатываем, пока только систему просто бронирования онлайн, без вот датчика определения. Как только датчик определения будет протестирован, в этот момент мы набираем у партнеров на бронирование, и, соответственно, предлагаем им. А всех остальных сколько? Ну, у нас по сводке там порядка 100 сейчас. С кем мы пообщаем? Да, это то, куда мы сейчас рассылаем коммерческие предложения и общаемся. Ну, в целом, не от всех получили еще обратную связь, но в целом, пилотный партнер был отобран с полу Тористатор. Время вышло, благодарим. Спасибо.